Псковская земля Псковская земля Псковская земля Псковская земля Позднее он вспоминал Няня близко познакомила меня С русскими сказками Они были главным импульсом К музыкальным импровизациям на фортепиано Псковской земля Звучит музыка Потом, в зрелом возрасте, писал брат Мусоргского, Модест всегда относился ко всему народному и крестьянскому с особенной любовью. Звучит музыка В августе 1849 года прямо с воли из деревни Мусоргский попал в огромный город, столицу России, Петербург. Модеста и его брата родители поместили в одно из лучших закрытых учебных заведений того времени Петропавловскую школу. Учился Мусоргский хорошо, много читал. Любимым предметом была история, любимым занятием музыка. Постепенно новые впечатления заслоняли воспоминания детства. Особенно любил он оперный театр, где давала спектакли итальянская опера. В 12 лет состоялось его первое публичное выступление. Он уже был прекрасным пианистом. Все мужчины в роду Мусоргских были военными, и по семейной традиции он продолжает учебу в школе гвардейских подправорщиков. И вот 17-летний Модест, офицер Преображенского полка, выходец из старинного рода, впереди блестящая карьера. Но через два года гвардейский офицер Мусоргский неожиданно для всех выходит в отставку. Свою жизнь он навсегда связывает с музыкой. Окончательно судьбу Модеста Петровича определила встреча с выдающимся композитором Доргомышским и его друзьями Балакиревым, Бородиным, Римским-Корсаковым, Стасовым, Тюи. Их содружество вошло в историю русской музыки под именем Балакиревского кружка или Могучей кучки. Утверждая национальную самобытность, жизненную правду, гражданственность, искусство, они боролись против салонной подражательной музыки. Драматические страницы русской истории, острые социальные конфликты, надежды, борьба и страдания народа стали содержанием творчества Мусоргского. Это определило и новые средства музыкальной выразительности. В автобиографии Мусоргский пишет, сближение с талантливым кружком музыкантов, постоянные беседы и завязавшиеся прочные связи с обширным кругом русских ученых и литераторов особенно возбудили мою мозговую деятельность и дали ей серьезное, строго научное направление. Народная песня, интонационный строй русской речи легли в основу его музыки. Молодом голодом грею, скормлюсь, ПЕСНЯ 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 «Чудный Кремль! Я подъезжал к нему с невольным благоговением. Под Спарскими воротами я снял шляпу. Знаете что, во мне какое-то перерождение. Мне еще более близким становится все русское», писал Мусорский Балакирев. Петербург, 60-е годы. Небывалый расцвет национальной демократической культуры, в пробуждении огромного интереса к отечественной истории. Вернувшись в столицу, Мусорский сближается с передовой интеллигенции. Началось время напряженного, вдохновенного труда, мучительных поисков своего пути в музыке. Личная жизнь композитора складывалась несчастливо. Мать и отец умерли рано. Своей семьи создать не пришлось. Материальные дела братьев Мусорских, не пожелавших выгод за счет крестьян во время земельной реформы, серьезно пошатнулись. Своего дома не было. Мусорский снимал квартиры и часто жил у друзей. Моя музыка должна быть художественным воспроизведением человеческой речи во всех ее изгибах. 30 лет пара духовной и гражданской зрелости. Он ясно осознает свое призвание. В 1868 году Мусорский приступает к созданию народной музыкальной драмы Борис Годунов. Он обращается к одному из трагических моментов русской истории 17 века. В центре оперы муки совести преступного царя Бориса, пришедшего к власти через убийство. Но главное действующее лицо оперы – народ. «Народ, я разумею, как великую личность, одушевленную единой идеей. Это моя задача», – говорил композитор. «Народ, я разумею, как великую личность, Как во городе было, во Казани, Грозный царь пировал навеселился. Он татарей бил нещадно бы, чтоб им было, Где холодно бы вдоль по Руси гулять. Царь по отходу подкатил, да под Казань городок, Он под копы подкопал, да под Казанку под реку. Как татаря, да по городу похоживают, На царя Ивана типа глядывают. Средо таревик! Грозный царет за грудь и нелсы, Он повесил галушку на правое плечо. Пушков стал царь пушкарезывать, Пушкарей со зажигальщиков, зажигальщиков. Сады мило со свечка воску ярого, Подходил молодой пушкарка к почечке, А из порохом-то бочка загружилась, А потом погодилась. Ох, expecting погодилась. Из порохе! Ох, началь! Прогода, зажигал. А два моря, Подходил 아버у, Евгений Прогоды! Куда? Куда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Борис Корректор А.Кулакова Тяжело Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова «Кулакова Корректор А.Кулакова 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 КОНЕЦ 16 марта 1881 года в Николаевском госпитале 42-х лет от роду Мусоргский скончался. Искусство Мусоргского – это искусство глубоких чувств и мыслей. Мусоргский внес в музыку новое содержание и новые способы выражения. Талант его был самобытен, национален и могуч. Имя Мусоргского стало гордостью русской музыкальной культуры. Мусоргский век Мусоргский век Мусоргский век Мусоргский век Мусоргский век Редактор субтитров А.Семкин